Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владеец личного подсобного хозяйства. На улице октябрь месяц и пришла пора уборки белокочанной капусты. А значит, ее нужно квасить. И сегодня я поделюсь с вами двумя старинными рецептами квашения капусты без использования соли и сахара. Первый рецепт. Понадобится 3 кг белокочанной капусты, затем полкилограмма моркови, 30 г тмина и немножко ягод калины либо клюквы. Капусту мелко нарезаем. Затем морковку натираем на обычной свекольной терке. Все это смешиваем в миске, добавляем тмин и примерно горстку ягод калины либо клюквы. Затем все компоненты мнем руками и укладываем в трехлитровую банку либо эмалированную кастрюлю. Банку такую либо кастрюлю ставим в теплое помещение, например на кухню, на трое суток. Через трое суток капусту уже можно употреблять в пищу. Хранить такую капусту можно полгода в холодном помещении. Температура для хранения такой капусты от 0 до 4 градусов тепла. Ее можно хранить в обычном погребе холодном, либо в холодильнике лучше всего. Нужно сказать, что такая капуста, если будет храниться при более высокой температуре, может быстро перекиснуть. Поэтому соблюдайте температурный режим хранения. После того, как капуста приготовится, из нее можно делать вкусные щи, можно делать салаты, при желании можно подсолить. Но при квашении соль добавлять не нужно. Теперь о втором рецепте. Второй рецепт квашения капусты я узнал, когда был на Полесье. Это находится на юге Беларуси. Капусту солят целыми кочанами, либо половинками кочана. И добавляют яблоки. Для этого нам понадобятся вот такие небольшие кочанчики капусты. Если кочаны большие, их лучше разрезать, чтобы они быстрее заквасились. Затем вот такие кочанчики укладываем в большую емкость, например в бочку. Я использую 50-литровый бочонок, туда вставляю пакет для квашения и укладываю кочанчики на дно. Затем беру обычные яблоки, лучше всего использовать антоновку. Они кислые, ароматные и ускоряют процесс квашения. Выделяется в большей степени молочная кислота, которая и участвует в процессе квашения. Вот такой слой капусты, слой яблок. Затем опять яблоки и опять капуста, пока весь бочонок не заполнится до верха. Затем этот бочонок заливаем обычной холодной водой до верха. Сверху укладываем вот такой вот пресс деревянный и какой-либо груз. Например, я использую обычный чистый вымытый камень. Бочонок ставлю в погреб и примерно через 2-3 месяца капуста будет готова к употреблению. Кстати, такая капуста очень долго хранится. Она может храниться в погребе вплоть до нового урожая. Если у вас нету погреба, нет таких объемов капусты, в принципе, таким способом квасить капусту можно и в обычных 3-литровых банках. Капусту нужно порезать крупными кусками, добавить дольки яблока, поместить в 3-литровую банку и залить обычной водой. Поставить на хранение в погреб, либо кладовую, если погреба у вас нет. Можно использовать и обычный балкон, если там нет минусовой температуры. Капуста кусочками заквасится немного быстрее, чем капуста целыми кочанами, примерно за месяц. И ее можно употреблять в пищу. Капусту, квашеную таким способом, без проблем можно употреблять людям, страдающим с сахарным диабетом, проблемам с кишечником, либо повышенным давлением. Ведь при приготовлении такой капусты мы не используем ни соль, ни сахар. Такая капуста пойдет здоровью только на пользу. Обязательно попробуйте приготовить капусту таким способом, и вам обязательно понравится. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok